МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПО ТЕЛЕФОНОМ 22-00-36 или 22-06-73 и задавайте свои вопросы. Ну что ж, давайте начинать! Добрый вечер, Динара Магомедовна. Рады вас приветствовать сегодня у нас в студии. Хотелось бы еще раз напомнить нашим телезрителям, что вы возглавляете такое важное ведомство, как Министерство труда и социального развития Крачаева Черкесской Республики. Ваша деятельность, она касается практически каждого жителя нашего региона от рождения и, наверное, до старости. В связи с этим вопросов сегодня на самом деле много от разных возрастных групп. И я бы хотела не откладывать, скажем так, в долгий ящик и сразу перейти к вопросам. Вы не против? Можем начинать, да? Можем начинать. Добрый вечер. Рада встрече. У нас первый вопрос такой интересный. Он поступил из Усть-Джигуты. И звучит он так. Что нужно для того, чтобы получить звание мать-героиня? Ну, видимо, это задала женщина многодетная, надо понимать. Вот расскажите, пожалуйста, что для этого надо. Скорее всего, это была многодетная мама. Особенно приятно слышать этот вопрос. В год семьи, как известно, 2024 год Владимир Владимирович Путин объявил годом семьи. И поэтому в этом году и в нашем регионе по поручению Рашида Борисовича Тимрезова, главы нашей республики, пристальное внимание уделяется многодетным семьям и вообще проблемам семьи. Что касается звания мать-героиня, то уже много лет это звание присваивается мамочкам, родившим десятерых детей. Но в этом случае недостаточно только рождения детей. Обязательным является поправка, обязательно является поправка достойно воспитавшей. Поэтому обязательно учитываются факторы, необходимые для присвоения этого звания. В управлениях социальной защиты имеется подробный перечень необходимых для оформления этого звания документов. И подаются эти сведения сначала на региональном уровне муниципальными образованиями, а затем регион рассматривает и подает в Министерство труда Российской Федерации. И далее рассматривается комиссионно. И уже на самом высоком федеральном уровне семьи, которые проходят отбор, представляются непосредственно президенту. Такой большой, серьезный путь нужно пройти, чтобы получить это знание. То есть это не на уровне даже республики решается, а именно на уровне федеральном. Это действительно очень серьезный путь. А вот сопутствующий вопрос. А какие плюсы может быть дает данное звание? Помимо того, что это, конечно, престижная мать-героиня, но есть ли какие-то бонусы, скажем так? Да, безусловно, семья, получившая это звание, мать-героиня, получает еще миллион рублей. То есть денежное какое-то вознаграждение. Денежная компенсация, вознаграждение. А мать-героиня обязательно должна родить этих детей? Или, может быть, это могут быть приемные дети? Это могут быть, но большей частью рассматриваются мамочки, которые родили детей. Что ж, очень интересно, я думаю, многие в нашей республике примут эту информацию к сведению, потому что у нас много многодетных семей. Следующий вопрос звучит следующим образом. Подскажите, пожалуйста, есть ли такая программа, которая позволяет получить землю или машину, если в семье есть ребенок-инвалид? Да, у нас имеется программа по приоритетному предоставлению земельных участков инвалидам или семьям, в составе которых проживают инвалиды. Но это не все семьи, а семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Что касается автомобилей, то нет, на данный момент такой программы не существует, она уже не реализуется. Если нужна более подробная информация, то вообще, как правило, эти семьи состоят на учете. И они известны, да, работа ведется, но и в управлениях соцзащиты, и в Министерстве труда, и соцразвития можно получить подробную информацию. Кроме того, хочу отметить сразу уже в начале разговора, что по всем мерам соцподдержки и вообще по всем разделам, касающимся социальной помощи, их у нас очень много, на сайте Министерства труда размещены все необходимые материалы для удобства наших граждан. Можно в рабочем порядке их рассматривать. Что ж, хорошо, переходим к следующему вопросу. Он связан с участниками СВО. На самом деле, много вопросов поступало по этой теме. И вот один из них звучит следующим образом. Добрый день, подскажите, пожалуйста, участники СВО льготами на ЖКХ могут воспользоваться? Станица Зеленчукская спрашивает. Хороший вопрос. Это касается больше военнослужащих, которые уже получили статус ветерана боевых действий. Такие ребята имеют право на компенсацию 50% расходов на жилье, на капитальный ремонт, жилищно-коммунальные услуги. Но, еще раз говорю, необходимо наличие удостоверения ветерана боевых действий. А у нас много вообще таких людей в республике? Ну, сегодня я не скажу количество, но единственное, на чем можно сделать акцент, в начале СВО ребята получали этот статус по возвращении домой. А сейчас уже чуть более месяца проходит пребывание их в зоне СВО, выполнение задачи СВО. У них уже есть это удостоверение. А скажите, вот оформить, скажем так, данные льготы, если человек находится сейчас в зоне СВО, у него есть данное звание, может кто-то, жена или мать там, допустим? Ну, здесь нужно в правовом поле внимательно рассматривать вопрос, поэтому, когда ребята уходят, мы часто встречаемся с семьями военнослужащих и предупреждаем, что прибывшие в отпуск ребята должны оформить доверенности. Да, без наличия доверенности вообще никакие меры. Во-первых, они все пока носят заявительный характер, и поэтому либо семья, либо сам военнослужащий заявляется, но наличие доверенности необходимо. Я думаю, что многим сейчас вот эта информация пригодилась, потому что все такие вопросы возникают. Да, и у нас есть методичка, в которой все меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, как федеральные, так и региональные, очень-очень подробно прописаны и находятся у нас и на сайте, и в управлениях социальной защиты. Если они обратятся, им могут распечатать. Они размножены достаточно большим тиражом, но, возможно, просто некоторые не знают, можно получить подробнейшую информацию. И, кроме того, в этой же методичке указаны номера телефонов, по которым можно обращаться по тем или иным вопросам, чтобы не нужно было обзванивать массу ненужных номеров. Так, хотелось бы еще раз подчеркнуть для наших телезрителей, если у вас кто-то в семье является участником СВО, пожалуйста, в открытом доступе можно найти вот эту методичку, которая, кажется, очень полезной при оформлении ряда льгот. Переходим к следующему вопросу. Кстати, несколько было вопросов по этой теме. Хотелось бы узнать, до какого числа установлено законодательством произведение выплат? То есть, вот иногда люди говорят, что вот задержали или еще что-то. Как вот по закону? Есть ли конкретная дата? Если это касается участников специальной военной операции, то у нас настолько налажен механизм взаимодействия, как межведомственной, так и внутри отделов Министерства труда и соцразвития, что при обращении, допустим, военнослужащего или члена его семьи из Урубского муниципального района утром, до момента его прибытия домой он уже получает выплату. Но для этого тоже проведена очень большая работа. У нас в районах есть, во-первых, социальные работники, которые помогают семьям правильно оформить необходимый пакет документов, чтобы человеку не приходилось несколько раз приезжать в Министерство труда, потом возвращаться, исправлять и так далее. Во-вторых, у нас есть социальные координаторы в районах, спасибо фонду «Защитники Отечества», у нас есть филиал этого фонда. В Карачаево-Черкесии в каждом районе есть представитель, который также оказывает максимальную поддержку. Кроме этого, есть возможность получить бесплатную юридическую консультацию. И вот весь этот комплекс услуг позволяет в очень короткие сроки правильно оформить необходимый пакет документов и, соответственно, получить эту выплату. У нас, ребята, вообще эта категория граждан Карачаево-Черкесии в приоритете на любом уровне оказания социальных или иных услуг. Поэтому никто не ждет. Единственный, может быть, единственный момент, когда чего-то недостает. Либо очень часто бывает, когда в тех или иных документах допущены ошибки, а документы эти предоставлены, допустим, из воинской части. Ну или ошибкой их не назовешь. Бывает, что недостаточно полная информация, и нам необходимо делать повторный запрос. И вот эти детали важные, которые нужно озвучивать, мы также на встречах с жителями, с семьями военнослужащих обязательно проговариваем. Поэтому я бы хотела еще раз обратиться к всем нашим ребятам, которые возвращаются и обращаются к нам, и членам их семей. Во-первых, огромное спасибо и низкий поклон от всех жителей республики, от правительства Карачаево-Черкесской республики за то, что вы делаете для нас, для страны. И, конечно, хочется призвать, когда вас приглашают в районах управления соцзащитой, администрации районов, пожалуйста, не игнорируйте эти встречи и старайтесь их посещать. Я лично езжу на каждую эту встречу. Очень внимательно мы слушаем каждого жителя. У нас большая межведомственная группа. Приезжают представители Министерства здравоохранения, Министерства промышленности и торговли. Министерства образования. В зависимости от возникающих вопросов, очень часто мы прямо на месте решаем проблему. И важно также отметить, что результаты наших встреч позволяют нам систематизировать, выявить какие-то системные вопросы. И как на региональном, так и на федеральном уровне решать их, вносить поправки в действующие нормативные акты законодательства, как республики, так и у нас есть возможность выходить на федеральный уровень с инициативой. И для нас очень важно мнение каждого. Рашид Борисбевич на всех встречах, которые проводит с нами на совещаниях, акцентируют на этом особое внимание. И нам всем поручено предельно внимательно относиться к этой категории жителей. Я напоминаю, что у нас сегодня прямая линия. И, соответственно, нам поступают в прямом эфире звонки от жителей. Вот передали несколько вопросов. Один из них звучит так. Из Аула Псыш Лида Зулиевна спрашивает. В феврале 2023 года мне сделали операцию, заменили тазобедренный сустав. Но я по-прежнему хромаю. Обращалась в районную поликлинику по поводу инвалидности. Мне сказали, что документы отправили, но с тех пор ничего не изменилось. Ходить больно. Можете ли помочь? Он спрашивает, что делать человеку в данном случае? Ждать или как? Нет. Во-первых, нам нужно записать Ляны. Мы обязательно передадим вопрос по ведомственной подчиненности, потому что так долго не рассматривается обычно оформление. У нас достаточно эффективная служба медико-социальной экспертизы. Вероятно, либо чего-то недостает, либо вопрос касается необходимости прохождения реабилитации. Как правило, да, при первичном оформлении на МСЭ необходимо пройти курс реабилитации. И только после этого оценивается состояние пациента. И, соответственно, от этого зависит, от степени ограничений жизнедеятельности зависит и группа инвалидности, которая устанавливается. Но мы обязательно передадим ваш вопрос и в Минздрав, и в службу медико-социальной экспертизы, в бюро медико-социальной экспертизы, для того, чтобы с вами связались и пояснили, как помочь в решении вашего вопроса. Хамзат Исмаилович из Аула Адельхалк спрашивает, у меня трудовой стаж 40 лет. Могу ли я получить звание ветеран труда? Хороший вопрос. Спасибо вам большое, что вы работали по благо нашей республики. 40 лет – это очень достойный срок работы. Но помимо того, что нужно проработать определенное количество лет, в зависимости от этого дается звание либо ветеран труда Корчао-Черкесии, либо ветеран труда Российской Федерации, есть еще ряд критериев, которые тоже необходимо учитывать. Это и звание, и масса других критериев. Для того, чтобы мы помогли вам в решении вопроса, нужно рассмотреть пакет документов, который имеется. Я предлагаю обратиться к нам в Минтруд или в Управление соцзащиты. Вам дадут необходимый перечень, вы с ним к нам подойдете. И мы обязательно рассмотрим, и, возможно, вы подходите под оба варианта. Бывают такие случаи, когда перечень регалий, наград и срок работы позволяют дать оба удостоверения. Я так поняла, тоже будут какие-то преференции? Да, там тоже есть ряд льгот, которые приобретаются получателем при приобретении этого удостоверения. Из поселка Ударный поступил вопрос от Александра Дмитриенко. Моя дочь, многодетная мать, у нее пятеро детей. В прошлом году ей исполнилось 50 лет. Как сказал наш президент Владимир Путин, такие матери, как она, могут выйти на пенсию в 50 лет. Но в нашем пенсионном фонде ей сказали, что пока младшему ребенку не исполнится 8 лет, пенсии не будет. Законно ли это? И еще вопрос. Никакого участка под строительство жилья им не выделили. И медаль, как многодетной маме, тоже не дали. Вот пояснить можно. Действительно ли так, что человек, многодетная мать, может выйти на пенсию только если младшему исполнилось 8 лет? Ну, эти ограничения установлены на федеральном уровне, и мы не можем их комментировать. Но, учитывая, что у заявителя не один вопрос, я все-таки думаю, что нам стоит встретиться и обсудить это все детально. Здесь тоже есть указан телефон? Я хочу, да, мы обязательно с вами свяжемся по телефону. У нас еще есть приемные дни. Вы можете записаться и ко мне на прием, и к любому из курирующих замов. Если на уровне управления социальной защиты ваш вопрос не решается, мы без ограничений принимаем всех граждан с большим удовольствием. И я думаю, что на ваши вопросы мы ответим. На всех граждан, которые оставили свои номера телефона, в ближайшие дни получат подробные ответы и необходимый перечень документов, которые вы должны предоставить в те или иные органы, обязательно вам будет доведен. Вот интересный вопрос поступил из Станицы Красногорской. Антонина, жительница Станицы, спрашивает. Мои дочери обнаружили плоскостопие. Могу ли я получить ортопедическую обувь для ребенка или нужно покупать ее самостоятельно? Есть такие какие-то льготы? Ну, если ребенок не оформлен, то, скорее всего, нет такой возможности. Расул Баташев из города Карачаевск спрашивает. Может ли человек, который потерял работу и хочет стать индивидуальным предпринимателем, рассчитывать на какую-нибудь помощь со стороны государства? Ну, мне кажется, это не совсем, наверное, к вашему веду. Я хочу сказать, что у нас в регионе уделяется внимание и развитию малого бизнеса, и есть возможность оформить социальный контракт, причем достаточно интересные условия. И надо отметить, что у нас уже есть жители, которые повторно к нам обращаются с успешными, достаточными результатами по первому эпизоду получения социального контракта, развивают свой бизнес. И мы рады этим результатам, потому что на самом деле это критерии, которые позволяют снизить уровень бедности, увеличить численность работающего населения. И, безусловно, сами граждане понимают, что они стали более самостоятельными, ни от кого не зависящими. И совершенно другим взглядом уже смотрят на окружающий мир, потому что уровень их жизни и качество жизни значительно улучшается. Я, кстати, вот хотелось бы немножко дополнить. Я знаю лично человека, который во время пандемии, когда было, лишился работы, лишилась девушка эта. И она благодаря соцконтракту открыла собственный бизнес, который успешно вот на сегодняшний день уже 4 года получается, успешно развивается. И все когда-то началось действительно с социального контракта. Поэтому я думаю, что наши телезрители, те, кто сейчас находится вот, скажем так, в такой жизненной ситуации, это отличная для вас возможность. Пользуйтесь. Мне кажется, это очень здорово, что сегодня государство предоставляет такие возможности. Да, и если вернуться к соцконтракту, и хочется отметить еще одну важную деталь. Мы один из немногих регионов республики, который, по-моему, даже единственный, который сегодня в дополнение к выплате по социальному контракту может предоставляем право военнослужащему, ветерану боевых действий, вернувшемуся и пожелавшему открыть свой бизнес, получить в дополнение к основной сумме еще 30%. Это было поручение главы в прошлом году, когда он озвучивал послание. И мы ждем наших ребят. Максимальная сумма социального контракта, который может получить военнослужащий, составляет 350 тысяч рублей. И если вся сумма на общих основаниях в полном объеме им получена, то 30% от нее составляет 105 тысяч рублей. Таким образом, достаточно серьезная сумма, на которую можно начать собственное дело. Мы ждем, приветствуем и окажем всяческое содействие, потому что, еще раз повторюсь, это приоритетная категория граждан. Никаких вопросов. Мы оказываем всяческое содействие в оформлении документов, в прохождении обучения и в прохождении тестирования. То есть все условия, собственно, для этого созданы? Ну, условия созданы, да. Вот поступил вопрос, девушка попросила не озвучивать имя. В настоящий момент нахожусь в процессе расторжения брака. На какие выплаты я могу рассчитывать? Алименты отец моих детей пока платить отказывается. Я не работающая, многодетная мама. Ну, имя попросили не озвучивать. Ну, здесь опять масса критериев, которые должны учитываться, потому что у нас учитывается доход семьи сначала, который был. Сейчас получается, что мамочка не оформлена. Каждый подобный случай нужно рассматривать индивидуально. Поэтому нужно обратиться в социальный фонд России, в наше региональное подразделение, и там подробно расскажут уже. Вот вопрос жители Черкесска Марфа Евгеньевна Парфенова и Ольга Васильевна Зарубина, пенсионерки. Вопрос. Почему не индексируется пенсия работающим пенсионерам? Ведь социальные службы официально признают этот факт, что более 60% пенсионеров возвращаются к работе из-за того, что на маленькую пенсию они просто не выживают. А многих просто просят вернуться на работу по той причине, что без них на предприятии не справляются. Ну, это, наверное, не совсем к нам вопрос. Мы живем в правом государстве, и действующее законодательство... Ну, индексируется пенсия нерегиональным органам. Хотелось бы, да, вот подчеркнуть этот момент. Вот. Ну, на данный момент вот так обстоит ситуация. Ну, действительно, много работающих пенсионеров стоит как бы на этом... Ну, и надо отметить, и нам очень приятно, что пенсионеры у нас достаточно активные. Да, и очень много пенсионеров желают... Нас это тоже удивило. У нас есть и серебряные волонтеры, которые продолжают развиваться и обучаться. Они просто волонтеры, которым скучно, которые не хотят сидеть дома и совершенно безвозмездно переобучаются. И делают добрые дела. А есть пенсионеры, которые желают начать какую-то новую деятельность, обучаются. У нас в управлении занятости достаточно большая база данных. И по вакансиям банк данных у нас имеется, и возможность переобучения имеется, поэтому... Условия, собственно, создаются для активных пенсионеров. И надо сказать, что активное долголетие приветствуется. Мы рады, что у нас есть пенсионеры, желающие работать, развиваться, заниматься спортом и волонтерством. Ну, не зря говорят, что наш регион это все-таки регион долголетия. И это как бы в очередной раз подтверждает. Мы этим гордимся, мы этим гордимся. Вот вопрос поступил из города Черкеска. Я работаю в государственном учреждении и жду ребенка. Могу ли я стать на учет и наблюдаться в частной клинике? В таком случае мне будут выплачивать пособие? Ну, эта клиника должна работать в системе обязательного медицинского страхования. Она должна получать больничный лист и так далее в соответствии с действующим законодательством. Вообще, конечно, было бы комфортнее, если бы это была государственная клиника. Следующий вопрос поступил также из города Черкеска от многодетной мамы. Летние каникулы длятся три месяца, а школьный лагерь работает в лучшем случае три недели. Куда потом можно отправить детей? Спрашиваю. Боль родителей. Да, это вопрос скорее к Министерству образования. У нас в республике уделяется очень большое внимание летнему оздоровительному отдыху. И ежегодно очень большое количество детей проходит его в оздоровительных лагерях как в нашей республике, так и за пределами. Я думаю, что если жительница наша обратится в управление образования, ей объяснят, на каких основаниях она может получить эту путевку и отправить на отдых ребенка. Ну да, у нас хотелось бы даже напомнить нашим телезрителям, что у нас часто организовываются отдыхи в Архизе, в Домбае, в Тиберде. В Архизе, в Домбае, да. И мы даже помимо наших деток организовываем отдых для ребят из Донецкой и Луганской народных республик уже второй или третий год. Так, Динара Магомедовна, поступил очень необычный, наверное, и длинный достаточно вопрос из города Тиберда. Есть точно так же контактные номера. И Ольга Ханбекова, если я правильно прочитала фамилию, значит, она спрашивает. Я одна воспитываю двоих детей, один сын инвалид. Зарплата маленькая, мне очень сложно. Хотела попробовать заключить соцконтракт. Записалась на прием в отделение соцзащиты Карачаевского района через госуслуги. Пришла в назначенное время, а меня не приняли. Сказали, что они не имеют к сайту доступа, не видят запись. Обращалась в мэрию Карачаевского городского округа, чтобы узнать, какие документы нужны для заключения соцконтракта. Мне сказали, ищите в интернете, мы вам ничем помочь не можем. Вот и думаю, государство специально создало систему соцконтракта, чтобы помогать малообеспеченным семьям. А по факту в нашем районе эта система не работает. То есть человек два раза получается, поэтому вопрос обратился в профильное, скажем так, управление, да? Ну и вот как-то не получил ответа. Очень жаль, что так вышло. Мы обязательно вам позвоним, работники Министерства труда, завтра же с вами свяжутся. И в частном порядке ваш вопрос рассмотрят. Потому что на самом деле, повторяю, вот уже, наверное, пятый раз с начала нашего эфира, что в управлениях социальной защиты и в администрациях муниципальных районов это переданные полномочия и достаточно подробная информация со всеми необходимыми нормативно-правовыми актами имеется. Но, значит, нам надо что-то, что-то нам нужно пересмотреть. Спасибо вам большое за вопрос. Ждите, пожалуйста, звонка. Из города Усть-Жигутым. А Дина Иркенова, многодетная мама. Она спрашивает, как изменится порядок начисления единого пособия для детей и беременных женщин с 1 июня 2024 года? Уже известны какие-то, может быть, новости по поводу этого человека? Нет, сейчас подробно я на этот вопрос не отвечу. А повестят, да, я так понимаю, всех? Нет, во-первых, я предлагаю всем подписаться на телеграм-канал Министерства труда, потому что все новости, которые поступают от федеральных органов власти, мы обязательно размещаем ежедневно в обязательном порядке. Ну и масса других новостей. И, мало того, в нашем телеграм-канале мы можем отвечать очень быстро на интересующие вас вопросы. Подписывайтесь и ждите, пожалуйста, информацию. Валентина Ивановна, инвалид первой группы. Она спрашивает, правда ли, что с 1 мая инвалидам будет добавка к пенсии? Это такой вопрос. Ну, мы же понимаем, что большинство, как бы, все-таки жителей республики получают информацию из разных источников. И, к сожалению, не всегда она правдивая. Но, тем не менее, вопрос вот такой пришел. Есть ли добавка к пенсии инвалидов с 1 мая? Было ли, не было ли? Конечно, есть надбавка. Они оговаривались, и инвалидам была с 1 мая назначена надбавка. То есть это действительно правильно. Наши жители узнают обо всем раньше нас. Поэтому есть этот вопрос. Вот очень хороший вопрос, интересный. Из Аула Нижняя Тиберда, контакты также есть. Бенигер Казаевич, он пишет. Я безработный, ухаживаю за больной матерью. Пенсию не получаю, потому что мне 59 лет. Скажите, я могу рассчитывать хоть на какую-то помощь от государства? Тяжело приходится. Может быть, по уходу как-то, я не знаю. Здесь нужно рассмотреть, он не работающий гражданин. Да, он пишет, безработный. Да, нужно обратиться в управление соцзащиты с необходимым пакетом документов, в том числе подтверждающих наличие гражданина, нуждающегося в постоянном постороннем уходе. Вот из села Садового, также все с контактами. Сабира Мерзаевна задает вопрос. У меня трое внуков. Отец у них умер, мама инвалид второй группы. Они получают пособие по потере кормильца, но этого не хватает. Старшая дочь студентка. Нет ли у государства еще какой-то дополнительной поддержки хотя бы раз в год? Вы знаете, отдельно вот так сказать, опять же, невозможно. Я подозреваю, что просто учитывая, что многие льготы, которые жители нашей республики могут получать, носят заявительный характер, и люди не информированы. Просто не писали заявление, да? Я думаю, что по итогам сегодняшней встречи мы, наверное, проведем аудит по всем вопросам, интересующим наших граждан, и разместим еще раз либо бегущей строкой, либо, может быть, с помощью СМИ какой-то небольшой блок по социальной помощи. Потому что я смотрю, что масса людей на самом деле просто не информированы о своих правах и возможностях. Вот вопрос из Прикубанского района поступил, кстати, от вашего однофамильца, поселок Водораздельный. Вопрос звучит следующим образом. Мои внучки не вписали в свидетельство о рождении национальность, а нам необходимо указать ее национальность. Ни в одном ЗАГСе не хотят менять документ. Законно ли это? Ну, это не могу я вам озвучить. Не профильный, в общем-то, вопрос. Это вопрос не по профилю. Если номер указан, мы передадим в управление записи актов. Чтобы связаться. Да, мы с вами свяжутся. Мы передадим ваш вопрос. Такой вопрос от жительницы Черкеска Лидия Ивановна спрашивает. Возле дома Малютки в Черкеске возвели многоэтажный дом, тем самым лишив это учреждение его площадки. Возможно, дом Малютки переехал в другое место, и мы, жители соседних домов, просто не знаем об этом. Переехал ли дом Малютки в другое место? Собственно, вопрос, видимо, в этом. Нет, дом Малютки никуда не переезжал. Дом Малютки с 1 января 2024 года передан в ведомственное подчинение Министерства труда. Раньше он находился в ведении Министерства здравоохранения. Вот единственное, что поменялось в жизни дома Малютки. И сегодня ведется работа наряду со всеми организациями подведомственными. Минтруду мы проводим работу по проведению капитального ремонта, благоустройства территории и так далее, подготовительные какие-то работы. Я думаю, что и этот вопрос в течение какого-то... Ну, во-первых, внутри, на территории самого дома Малютки есть территория, достаточная для прогулок. У нас там, к большому счастью, сейчас очень-очень мало деток. Их порядка 7-8 человек. И мы очень рады, потому что уменьшилось количество детей, которых бросают, которые нездоровые. Мы там участвовали. Старость без пообещения родителей. Динара Маговедовна, у нас такой интересный диалог. Очень много вопросов, собственно, как и ожидалось. Но я предлагаю сделать небольшую паузу и посмотреть рекламу. И после этого мы сразу же вернемся к обсуждению. Итак, дорогие телезрители, реклама на телеканале «Россия-1». Современная хирургия катаракты и глаукомы в Клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Ессентуки. Выполняем операции по полюсу ОМС. Ессентуки, Гоголя 80. Мебельный салон «Слон» – широкий ассортимент классической современной мебели для вашего дома. Мягкая мебель, спальни, матрасы, кухни и многое другое. Наличный и безналичный расчёт а также кредит. Черкесск, шоссейная, 167. Лазерная коррекция последнего поколения в Клинике глазной хирургии доктора Крылова «Окулюс-Арт». Доваторцев 39А, 43-73-87. Продолжается активный набор добровольцев спецназ «Ахмат» для участия в специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР. Более 16 тысяч бойцов, воспитанников легендарного российского университета спецназа проявили себя в зоне СВО, показав силу и мощь России. Всем добровольцам предоставляется самая лучшая и современная экипировка, приобретённая за счёт средств РОВ имени героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Бойцы проживают в комфортабельных палатках с отоплением и кондиционерами. Полноценное трёхразовое питание и время для досуга. Во время прохождения подготовки с вами будут работать самые лучшие инструкторы РУС. Вы пройдёте обучение по следующим направлениям. Тактическая подготовка, огневая подготовка, тактическая медицина, топография и ориентирование на местности, снайпинг, стрельба из гранатомёта и по многим другим направлениям. Заключается официальный контракт с Министерством обороны Российской Федерации сроком на 4 месяца. Денежное довольствие от 200 тысяч рублей ежемесячно, без учёта премий. Подъёмные 100 тысяч рублей от РОВ имени героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для записи в Добровольцы вам необходимо позвонить по любому из трёх номеров, или же просто приехать в мэрию города Грозного, где вас встретят и доставят на главную российскую площадку по подготовке добровольческих сил. Сумма, затраченная на дорогу до Грозного, возмещается на месте. Спецназ Ахмад, стань защитником Родины. Звони или пиши во всех известных мессенджерах по номерам. 925 661 77 77 925 319 77 77 925 328 77 77 Ахмад Сила, Россия, Мощь. А мы вновь в студии, в прямом эфире, программа «Горячая линия». Я напоминаю, сегодня у нас в гостях министр труда и социального развития Карачаева Черкесской Республики Динара Магомедовна Камурзаевна. И мы продолжаем задавать вопросы от вас, наших телезрителей. Динара Магомедовна, поступил такой вопрос, опять-таки, связанный с участниками СВО. Как уже ранее отмечалось, вопросов по этой теме много. И вот поступил вопрос. Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, муж в зоне СВО получил ранение. Положена ли выплата от Республики? Есть ли такое? Во-первых, хочу сказать, что у нас в Республике оказывается 43 меры социальной поддержки военнослужащим и членам их семей. 43 меры. 43 меры, да. Из них порядка 10 финансовых мер и остальные не финансовые. В том числе, в числе финансовых мер у нас есть выплата за ранение. В размере 100 тысяч рублей мы осуществляем выплату за легкое ранение и ранение неустановленной степени тяжести. В размере 300 тысяч рублей за ранение тяжелой степени. Также механизм полностью отработан. Необходимо только заключение о получении ранения и, соответственно, связанное с выполнением задач в зоне специальной военной операции. Это прям серьезная такая цифра. 43 меры поддержки. Да, 43 меры поддержки. И еще раз повторюсь, приоритетные категории граждан, получающие все эти меры, даже если они повторяются и не касаются членов специальной военной операции, мы имеем право и возможность в приоритете обеспечить этими льготами именно подлежащих наших ребят и членов их семей. Хорошо, тогда переходим к следующему вопросу. Вот поступил интересный. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если ребенку 2 годика сейчас, я могу оформить на третьего ребенка 35 тысяч или уже нельзя? Не совсем непонятно, о чем речь, но вам наверняка понятно. Мамочка имеет в виду, до какого возраста можно это получить. Если ребеночку не исполнилось еще 3 лет, можно оформить эту выплату. Это какая-то разовая, да? Да, это единовременная выплата на рождение третьего ребенка. Республиканская? Республиканская наша года. Такая интересная поддержка. По соцконтракту поступало много вопросов, некоторые даже уже не озвучивали, потому что повторялась суть. Но вот пришел вопрос, положен ли пенсионерам соцконтракт, может ли человек пенсионного возраста? Пенсионеры, кстати, для пенсионеров, для тех же активных, это очень действенная мера социальной поддержки. Просто не на все категории социального контракта может заявиться пенсионер. Они разные по категориям? Да, у нас есть ряд направлений, и пенсионер может заявиться, если находится в трудной жизненной ситуации, это преодоление трудной жизненной ситуации, либо по категории поиск работы. Также нужно обратиться в управление социальной защиты, получить необходимые документы, перечень документов необходимых именно для получения социального контракта, именно по этой категории, и в достаточно короткие сроки это рассматривается и выплачивается. Но я правильно понимаю, пенсионер не работающий должен быть даже, чтобы обратился в социальный контракт. Да, да. Опять же, конечно, для преодоления трудной жизненной ситуации, либо для поиска работы. Единственное, что хочется сказать всем по поводу социального контракта, это не безлимитная такая история, потому что финансирование идет из федерального бюджета, и каждый год мы получаем определенную сумму, определенную квоту, которую мы должны исполнить. Поэтому, безусловно, если наш лимит завершается, мы запрашиваем дополнительные средства. Если есть такая возможность, и мы их получаем, мы снова уведомляем граждан, которые у нас либо ранее заявились, либо заявятся после, и выдаем этот социальный контракт. Но если у нас лимит исчерпан, то, безусловно, прошу не обижаться и просто подождать и заявиться на новый год. Вот интересный тоже вопрос, я думаю, он волнует многих. Какие возможности есть для многодетной мамы? Купили дом через матокапитал, но в доме газа нет, мимо дома проходит газ, я так понимаю. Как можно в дом провести? Просто говорили, что Владимир Путин сделал дегазификацию, и что оплатит какую-то сумму, чтобы провести газ. Правда ли это, и можно ли это сделать? Можно это сделать. У нас и в стране, и в республике имеется большая, достаточно серьезная программа дегазификации, и она делится на несколько этапов. Есть, когда в населенном пункте еще нет газа, мы его проводим, у нас таких, по-моему, уже прям единицы остались. Если в населенном пункте есть газ, то он доводится до границ земельного участка, это другая история. Затем внутри границ земельного участка, это тоже одна из частей плана дегазификации. И у нас в республике отдельно по поручению главы еще введена дополнительная мера в разделе дегазификации по приобретению газоиспользующего оборудования в размере до 100 тысяч рублей, не более 100 тысяч рублей, можно приобрести все, что необходимо для проведения газа. Поэтому вам нужно обратиться все туда же, в управление социальной защиты, к нам в Минтруд, пожалуйста, мы все пояснения дадим, и в газораспределительную организацию на всех уровнях, которые я перечислила, вся информация имеется. Вы исчерпывающие сведения должны получить, и в ближайшее время вам проведут этот газ. Вот такой вопрос поступил из Хабейского района. Аминат Адамовна Абитова спрашивает. Я бабушка пятерых внуков. Четыре года назад подали заявление на медаль материнской славы, но никаких подвижек до сих пор нет. В Хабейском районе сказали, что существует лимит на медаль одну-две в год. Как это совместимо с заявлениями нашего президента, что многодетных мам нужно всецело поддерживать? Контакты есть у человека? Контакты есть. Мы свяжемся и поясним подробно. На самом деле, как и мать-героиня, материнская слава также имеет определенные ограничения. Проводится комиссия на уровне района, затем региона, и, соответственно, далее на федеральный уровень передается. Здесь мы, к сожалению, безлимитно не можем предоставлять, поэтому есть определенная очередь. И мы вообще... Ну, можно отследить, да? Подождите, речь о материнской славе была. Да, материнская слава. Я прошу прощения. Нет, материнскую славу мы выдаем у нас. И ежегодно мы порядка 25 мамочек награждаем этой наградой. Лично глава республики вручает эту награду. Здесь также есть лимит. Мы на каждого ребенка предусматриваем выплату в размере 3000 рублей. Помимо этого, мама получает соответствующую награду. И сейчас мы как раз в регионе рассматриваем возможность охватить большее количество семей присвоением этой награды. Как только выйдет нормативный документ, подтверждающий это, мы обязательно всех уведомим. Но пока в рамках действующего законодательства мы работаем по очереди, которая формируется в управлениях социальной защиты. От каждого района определенное количество мамочек, кандидатур по очереди, естественно, в которую они встали, подается нам. И мы, соответственно, всех приглашаем на большой праздник День Матери, где вручаем эту награду. Динара Магомедовна, поступают вопросы во многом схожие. И тематика одна и та же. Я бы хотела сказать нашим телезрителям, что не хотелось бы сейчас время тратить. Вы оставили контакты. Я думаю, что представители министерства обязательно свяжутся. Поэтому тут поступил опять вопрос про газификацию. Буквально вы только что об этом сказали. Мы обязательно передадим ваши вопросы с контактами. Вот поступил вопрос из Карачаевского района, село Кастахи-Тагурово. Я 22 года проработала на фирме Камос. Потом меня оттуда просто выжили из-за проблем со здоровьем. Куда мне можно обратиться? Может, посоветуйте, куда человеку можно обратиться? Самое правильное решение, если вы трудоспособного возраста, у вас нет ограничений здоровья, нужно обратиться в управление занятости. Я уже говорила выше, что у нас очень большая база вакансий. Очень жаль, что вы не попали на ярмарку вакансий. Мы проводили ее совсем недавно. достаточно масштабно. И работодатели предлагали возможность вакансий, которые у них имеются, все работодатели нашей республики. Но и сегодня в управлении занятости вся эта информация есть. Мало того, вы можете пройти, вам предложат пройти переобучение по любой из понравившихся вам вакансий в рамках компетенции и так далее. Такой вопрос пришел из Аула Зиюка, Зулия Макушева. Она спрашивает, я ветеран труда России, ветеран труда Карачаева-Черкесии, но получаю выплаты только федеральные. Будут ли региональные выплаты? Еще раз, ветеран труда России и ветеран труда Карачаева-Черкесии, но получают выплаты только федеральные. Вот со слов опять-таки человека заявили. Ну и опять человек не владеет всей информацией, которую нужно получить. Мы вам перезвоним и подробно сообщим. Во-первых, ряд льгот, которые предоставляются жителям Карачаева-Черкесии при получении звания ветеран труда Карачаева-Черкесии. Предоставляется и подробно расскажем обо всем. Вот еще раз, еще раз приходим к тому, что уровень информированности нам нужно с вами вместе усилить. Вот такой интересный вопрос прозвучал, значит, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на третьего и на второго ребенка темрезовские выплаты сколько дают? Вот это люди так и прямо и спрашивают. Да, у нас есть такие выплаты. Это единовременная выплата на второго ребенка в размере 25 тысяч рублей, на третьего ребенка 50 тысяч рублей. И есть также региональный материнский капитал, который выдается при рождении четвертого и последующих детей в размере 150 тысяч рублей. И очень мне нравится говорить о региональном материнском капитале, который выдается деткам наших военнослужащих, у которых родились дети. В период выполнения задач специальной военной операции она тоже составляет 150 тысяч рублей, но отличается тем, что выдается на каждого ребенка, родившегося в семье военнослужащего. И мы уже порядка 95, чуть меньше 100 человек, вот сегодня на утро я смотрела, по-моему, 95 человек уже у нас получили. Вот столько деток родилось у наших военнослужащих. Динара Магомедовна, такой непростой вопрос. Пшеничный Николай, город Черкесск, адрес прописан, номер телефона, улица Международная, 5. В этом доме живут инвалиды. В нашем дворе единственная детская площадка на три близлежащих дома. Недавно по адресу Демиденко, 55А, гражданин купил дом и хочет разрушить нашу площадку, чтобы сделать въезд к себе. Спилил деревья, на слезы наших жителей не реагирует. Законно ли это оставлять детей инвалидов без детской площадки? Вот, спрашивает Николай Пшеничный. Тут, наверное, какая-то частная ситуация. Да, это частная ситуация. Я уверена, вопрос очень серьезный. Мы его переадресуем в мэрию. Да, скорее всего, это мэрия. Насколько законно вообще? Да, потому что сегодня одна из приоритетных задач, которую ставит перед нами глава государства, это развитие доступной среды для инвалидов. И тут уже нужно смотреть, во-первых, нужно понимать, какие правоустанавливающие документы, где граница участка, находилась ли на сегодняшний день эта детская площадка в границах участка, которые принадлежат этому домовладению, да, вся эта придворовая территория и так далее. Мы передадим ваш вопрос в мэрию, и я думаю, что в ближайшее время они его рассмотрят. Вот такой вопрос поступил. Добрый вечер, подскажите, кто и где выбирает семьи для награждения медалью Ордена Родительская Слава? Как можно попасть в этот список и кто это решает? Для получения Ордена Родительская Слава может выйти с инициативой работодатель многодетной семьи. Может, если обучающийся, говорю, многодетная семья, многодетная мама обучается, является студенткой, то есть есть, соответственно, образовательная организация, в которой она обучается, либо администрация муниципального района. Мы получаем уже готовую информацию для дальнейшего рассмотрения на региональном уровне. Ну, то есть, как и в любом, при любом присвоении звания, есть определенный процесс, который, собственно, нужно полиции. Да, процесс, и надо отметить, что все требования, необходимые для получения этого, сначала для представления кандидатуры, а затем уже для передачи ее на федеральный уровень, необходимо выполнять. Они очень строгий мониторинг, и мы не можем нарушить ни один пункт, который представлен. Вот вопрос тоже интересный такой, достаточно доброе утро. Человек утром спрашивал. Если ребенку 6 лет, но ему... Так, а если ребенок 6, но ему исполнилось 7 лет? Ну, видимо, не знаю. 6, а исполнилось 7? 7, да. Могу ли я, может быть, было 6, но ему исполнилось 7 лет, я могу подать документы на региональный материнский капитал или уже поздно? Может, это речь идет о 6-м ребенке? Или если 6 детей, я не знаю. Ну вот, если ребенок... Я читаю, как вот вопрос звучит. А если ребенок 6, но ему исполнилось 7 лет, могу ли я подать документы на региональный материнский капитал или уже поздно? Я думаю, что речь идет о том, какой ребенок по счету. То есть по счету мы даем четвертому или последующим. Он может быть пятым, шестым. То есть если ранее не получилось. На момент выхода этого закона. Но необходимо обратиться при рождении ребенка или до достижения им 3-х лет. То есть накануне. В любом случае? Выплата, да, обязательно. Если ребенку уже исполнилось 3 года сегодня, он уже не может получить. К сожалению, есть ограничения в законе. Скажите, пожалуйста, в условиях для регионального капитала, маткапитала, видимо, есть ли срок минимальной прописки в Карачаево-Черкесской республике? Нет. Ранее было это прописано. Там были какие-то ограничения. На сегодняшний день это просто мамочка, постоянно проживающая в Карачаево-Черкесии. Вопрос о региональном капитале на четвертого ребенка. В течение какого времени поступает данная выплата? Ребенку исполнилось 3 года в декабре. Много у нас все-таки детей? Нет. Если заявились в срок, то региональная выплата предоставляется достаточно скоро. Здесь нужно разобраться, что не так. Хорошо. Вот еще интересный вопрос. Опять-таки про социальный контракт. Очень много людей интересуется этой темой. Хочу заключить соцконтракт, но никак не могу добиться типового бланка бизнес-плана. Когда наконец-то он появится? Человек спрашивает. Про типовой бланк бизнес-плана. Должен ли он быть каким-то особенным? Во-первых, при формировании бизнес-плана, безусловно, есть критерии какие-то, которые, опять же, прописаны в нормативных документах. Но при этом всегда приветствуется какая-то уникальность. И чем интереснее бизнес-план и чем он перспективнее, тем выше сумма социального контракта, который предоставляется. Рассматривается это комиссионно. Где сложность... Почему вообще вопрос озвучен? Мне сейчас сложно сказать. Где-то опять на каком-то уровне, видимо, произошло недоразумение. Доразумение. Будем разбираться. Я, насколько вообще знаю, даже от некоторых людей слышала, что там даже от руки можно, собственно, написать бизнес-план, если вдруг нет компьютера у человека. Поэтому тут немного действительно странный вопрос. Да, и мы, мало того, в республике организован достаточно эффективно процесс взаимодействия. У нас с Министерством экономики подписано соглашение. Мы благодаря центру «Мой бизнес» имеем возможность обучать наших жителей перед оформлением соцконтракта. Либо в случае, если вдруг по тем или иным причинам гражданин, подавший заявление на получение соцконтракта, не прошел тестирование. В центре «Мой бизнес» проводится трехдневное обучение, где достаточно интересно подается информация о каких-то азах, которые потом помогают гражданам лучше ориентироваться и вести свой бизнес эффективнее. Я вам скажу, даже наши работники Министерства труда, занимающиеся социальным контрактом, очень были заинтересованы прохождением этого обучения, потому что компетентные ребята центра «Мой бизнес» дают очень позитивные и современные такие азы в этом направлении. У нас время немножечко заканчивается, но вот поступили еще несколько вопросов. Я думаю, парочку мы успеем все-таки ответить. Вот интересный вопрос. Есть закон о компенсации оплаты ЖКХ участникам СВО. Об этом мы говорили ранее. Но когда я обратилась с этим вопросом, получила ответ, что этими льготами пользуются только городские жители. В сельской местности этих льгот нет. Почему? Нет, такого ограничения быть не должно. Но это единое условие для ветеранов воевых действий. То есть это, видимо, на месте? Где-то на местах. Но если, я так понимаю, человек не может на месте, можно напрямую в Минтрут обратиться? Можно напрямую обратиться на горячую линию и на сайт, и лично прийти на прием. Ограничений у нас нет. Вот вопрос из аула Кубанхалк. Поступил, есть информация, что с нового года дополнительные выплаты должны получать матери-героине. Будет ли это в КЧР? Есть ли такие выплаты? Отдельно в Карачаево-Черкесии таких выплат не установлено. В случае, если в федеральное законодательство будут внесены изменения, безусловно, наряду со всеми жителями страны будут эти выплаты получать. Вот вопрос такой поступил. Добрый день. Куда обращаться за скидкой на платное обучение и какие документы нужно? Подскажите, пожалуйста. Ну, видимо, и студенты, наверное. Это речь касается обучающихся на платной основе в среднеспециальных образовательных организациях. Я думаю, что вопрос связан с этим. Значит, у нас установлена мера социальной поддержки. Это новая мера. С текущего года впервые она введена. Правильнее сказать, она принята в прошлом году. И уже в этом году первые семьи получат компенсацию в размере 50 тысяч рублей за курс обучения, который они прошли. Выплачивается она по завершении учебного года при предоставлении документов, подтверждающих оплату. Динара Магомедовна, разговор у нас получился с содержателем. Очень много вопросов мы сегодня обсудили. Осталось еще столько же на самом деле. Еще раз хотелось бы сказать нашим телезрителям, что если у вас все-таки есть вопросы, обращайтесь напрямую в министерство, либо на местах в органы социального обеспечения, обслуживания. Хотелось бы поблагодарить вас за сегодняшний наш разговор. Я желаю успехов и процветания вашему министерству. У вас действительно много работы. Будем надеяться, что все больше довольных жителей нашей республики будет благодаря вашей деятельности. Спасибо, что пришли. Спасибо огромное. Спасибо всем телезрителям. Если вы интересуетесь еще какими-то важными для вас вопросами, пожалуйста, мы всегда рады на них ответить. А всех остальных, всех тех, кто сегодня ко мне обратился, попрошу дождаться звонка для получения более детальной информации. Спасибо всем большое. Будьте здоровы. Ну а с вами, дорогие телезрители, я точно так же прощаюсь. Ровно через две недели мы вновь встретимся здесь и обсудим не менее актуальные темы. Хороших вам выходных и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин